Ко всем чертям послали друг друга екатеринбуржцы в эти выходные. Город наводнил отню нечисть, привидения и вампиры. Так в уральской столице встретили День всех святых, правда, отметили его накануне праздника. Не помешало ли это чертовски повеселиться, увидела Анастасия Довгая. Ведьмы, привидения, вардалаки и прочая нечисть – это не шабаш, а черт знает что. И черт действительно знает. Это хэллоуин по-русски. Буу! По местной традиции, кто празднику рад, тот гуляет заранее. Официально канун Дня всех святых в ночь на 31 октября. Но восставший из мертвых невеста готического графа в миру банкир-любовь отмечает хэллоуин как и свадьбу. То есть в выходные. Свадьба всегда справляется с пятницы, с субботы, на воскресенье. Она затяжная. В среду этот костюм уже просто был бы неактуален. У нас посреди недели. Кто такая невеста? Зачем ты здесь? А здесь вся нечисть как дома. Его интерьер поистине пугающий. Огромная паутина, маски, восковые фигуры. Но кровь в жилах у гостей стыла не только от страха. Было холодно, как в могиле. Одни согревались танцуя, другие крутили педали. От такого зрелища прохожих мороз по коже пробирает. Сами зомби и вурдалаки тоже боятся заболеть. Поэтому надели не только праздничные костюмы, но и теплую одежду. Погода самый раз, потому что у многих костюмы теплые. Самые популярные нынче женские костюмы греют скорее сердца мужчин. В моде откровенный минимализм, голая плоть, шутят продавцы. Даже исторические платья для мертвых королев стали короче. До чертиков еще не надоели и вечно живые образы вампиров, полицейских и пираток. Есть костюмы, которые сделаны таким образом, что спереди они идут как коротенькие, а сзади у них получается идет длина в пол, в полный рост. Берут покороче, то есть всякие чертики, красный, черный цвет, белый преобладает. Как в страшной сказке, ближе к хэллоуинской полуночи преображается и главный символ праздника – тыква. Можно так вот, для счастья, вырезать один зуб. Для тыкв Дмитрий не только зубной, но и пластический хирург. Ежегодно делает им лица. Считается, что светильник Джека отпугивает темные силы. После хэллоуина с помощью овощного фонаря можно устроить другой праздник – живота. Можно будет использовать в качестве добавки каши, кашу сделать, либо высушить в микроволновке семечки. Впрочем, повырезать из тыкв Хэллоуин сможет и что-то, кто купил их заранее. Найти оранжевые овощи на прилавках уже непросто. Накануне праздника, который нынче растянулся аж на неделю, тыквы быстро разбирают. Анастасия Довга, Алексей Богданов и Иван Мякишев – Новости 41-го канала.